Всем привет! Вы на канале Бэйби Гоу. И сегодня у нас сказка на ночь Винни и Волки. Однажды ночью Винни проснулся в своей кроватке и закричал. Помогите! Мама услышала шум и поспешила в комнату. Милый, что случилось? – взволнованно спросила она. Волки! – голосил Винни, разбудив своим криком зайчат. Мамочка, огромная стая диких волков гонится за мной! Стая волков? – удивилась мама. – Винни, ты в порядке? Да, мамочка, ну может не стая, а может волков двадцать! – смущенно пробормотал зайчик. Я никак не мог от них убежать. Хммм, неужели и вправду двадцать волков гнали за тобой? – прячу улыбку, спросила мама. Ну, протянул Винни, может пятнадцать. Но, мамочка, они были такие злые и ужасные, я очень испугался. Пятнадцать волков! Дорогой, тебе не кажется, что это слишком много? – лукаво посмотрела на сына мама. Да, скорее всего, их было только пять. Именно так, – немного подумав, ответил Винни. Они хотели напасть на меня. Успокойся, сынок, это был лишь страшный сон, – ласково сказала мама. Ложись и спи спокойно. Она хорошенько укрыла детишек одеялом, включила свет и тихонько вышла из комнаты. Ты слышишь? – через минуту шепотом спросил Виппо. Это наверняка волки, – сказал Винни. Голодные волки, – подтвердил Вилли. С огромными пастями, – добавил Велори. И они направляются прямо к нашему дому, – в страхе воскликнул Винни. Помогите! Ну, что опять случилось? Появившись на пороге комната, спросила мама. Мамочка, волки! – заверещали зайчата все разом. Прямо перед нашим огном! Они пришли за нами! Тихо, тихо, милые! – попыталась угомонить расшумевшихся малышей мама. Я сейчас прогоню этих несносных волков раз и навсегда. Уж я им задам! Вот тебе, волк, вот тебе и ты получай! Будете знать, как пугать моих зайчат! А теперь убирайтесь-ка вон! Бу-бах! Ну вот, детки, вам теперь нечего бояться. Я прогнала всех волков, – успокоила малышей мама. Мамочка, ты в порядке? – взволнованно спросил Винни. Не тревожься, милый, все хорошо! – улыбнулась она. А если волки снова придут, я возьму свой веник, и тогда им уж точно не поздоровится. Довольные и счастливые зайчата устроились под бочком на своей храброй мамы и сладко засопели. Теперь-то им не страшны даже самые свирепые волки. Это была сказка «Винни и волки». Спокойной ночи, ребята! Сладких вам снов! И до новых встреч! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...